Дорогие мои друзья, добрый день! И снова я с вами в эфире, чтобы поговорить о французском дизайне и стиле. Вы знаете, в рамках мероприятия виртуального шоурума и выставки French Design Corner, который проходит с 1 июня по 15 июля, на суд российской публики представляет свою продукцию и свои инновации около 20 французских компаний, отобранных за качество их реализации. Мы уже говорили о том, об искусстве сервировки стола и приема гостей. Мы уже говорили о том, что для нас красивый и уютный дом. Сегодня я хочу поговорить об отдельных участниках, которые, на мой взгляд, очень хорошо переосмыслили и до сих пор воплощают такие важные ощущения, как тактильные, визуальные. Я, например, когда что-то покупаю, я должна всегда трогать. И наши участники отличаются тем, что они сочетают высокие технологии, очень древние традиции и выдают очень интересные, зрелищные, тактильные продукты. Притом они все расположены в разных углах Франции, и мы с вами сейчас совершим маленькое путешествие по регионам прекрасной Франции. Я начну с компании Brun de Vion-Tirant. Вот такое немножко сложное название. Эта компания существует с 1808 года и до сих пор управляется той же семьей, которая ее основала. Находится она на севере Авенеоне, в пресечном месте, называется Lille sur la Sorge, это мекка антикваров. Там очень много воды чистейшей. И компания производит пледы, шарфы, покрывала из очень качественной шерсти из разных уголков планеты. Это очень красивые, тонкие изделия, которые вы можете встречать в лучших отелях мира. Семья сохраняет все традиции и ткачества, поддерживает работу местного населения, является полностью зеленой экологической компанией. И приобретая вот такой плед, такой шарф, такое покрывало от компании Brun de Vion-Tirant, вы получаете гарантию, что это будет качественный надолго, это они передаются в наследство, так же, как и платьки знаменитой компании. Очень мне нравятся их разные плотности ткани, очень мне нравятся их разные цвета. Приглашаю вас, посмотрите на их страницу, у них очень интересно, в очень красивом живописном месте, куда можно поехать и посмотреть на местный, их маленький семейный музей, к тому же. Это первая компания. Вторая компания, о которой я хочу поговорить, это Little Shop of Colors, они находятся в Ницце, недалеко, тоже прекрасное место. И одна из коллекций этой компании, которая специализируется на производство красок, это коллекция, посвященная историческим краскам. Вместе с дизайнерами и с архитекторами памятников архитектуры Франции, они провели очень большую работу и вывели конкретно, очень точно те краски, которые пользовались когда-то для покраски здания, мебели, полов, дерева и всё такое. То есть они создали такую коллекцию исторических красок. И я нашла их палитру и сопоставила, например, с красками фресков в Ферапонтовом монастыре, где была зимой. И вы знаете, очень интересно, есть такая корреляция, очень интересное соотношение. И я вас призываю, посмотрите тоже, насколько интересно и с такой усердием они разработали такую коллекцию красок, которая полностью передаёт дух тех времён, такая некая связь между прошлым и будущим. Третий наш участник находится не так далеко, её зовут Натали Шулек, она мозаист, она находится в прекрасном городе Монпелье, можно тоже к ней в гости в мастерскую. И она делает прекрасную мозаику, преимущественно чёрного цвета, что говорит о том, что она играет на фактуры, на разные, на разные ощущения. Её мозаики — это панно, это специальные вставки, декоры, которые придают место комнате, стене. Очень интересно такой вид. Это нечто между искусством и ремесленничеством. Мне очень лично нравится, что она делает. Она делает ещё такие покрытия для пола, отдельные скульптуры. Очень интересная, талантливая девушка, и я очень рада, что она представляла свою коллекцию российским покупателям. Четвёртый наш участник. Мы идём чуть-чуть на север, к двум нашим участникам. Они работают с деревом. Я хочу сейчас говорить о Дракар Буа. Это компания, которая находится в моём любимом регионе Шарант, недалеко от Ларушелли и остров Фре. Они занимаются обработкой дерева и делают невероятные полы из разных видов дерев, из разных мотивов. И в 2007 году запатентовали, называется Паве де Пари. Это такие булыжники деревянные, очень прочные, которые как бы выдают немножко стиль и ощущение настоящих булыжников. Но намного более тёплые, намного более удобные. Интересная компания, очень передовая. И последний их проект в известном отеле, в отеле Рок в Париже. Красиво выглядит очень. И они тоже не стоят на месте, развивают новые технологии и играют с таким, казалось бы, таким забитой темой, такие деревянные полы. А последние наши участники тоже находятся в прекрасном месте Шарант. Я видела их реализацию. Это гнутое дерево. Они обрабатывают дерево таким образом, что ему придают, в принципе, любую форму. Это тоже семейная компания. Гордо носит название предприятия живого наследия Франции. Делают невероятные формы. Например, в городе Коньяк, где дегустационные цехи, сделали такие полубочки, полу какие-то причудливые формы, куда можно зайти. Это такие скульптуры наполняют пространство. И сделали также очень известная компания Мартель. Заказала им вход в свой дегустационный цех. Это арки из гнутого дерева. Потрясающий визуальный эффект. Посмотрите тоже на них. И мне нравится, что наши участники так играют с формой, играют с фактурой, играют с материалом. Это не избито, это очень ново. И дает особый шарм и особый такой французский, можно сказать, колор интерьером, который они оформляют. Все эти участники находятся на платформе French Design Corner. Заходите, записывайтесь, спрашивайте дополнительную информацию, наслаждайтесь, вдохновляйтесь, сотрудничайте, найдите именно то, что вы ищете. А еще через неделю расскажу еще обо них, участниках. Так, хочу напомнить, что на нашем канале YouTube мы запустили несколько видео на русском языке про наших участников, которые показывают работу руками, как они все это творят. Это очень интересно. Я ссылку тоже размещу. И, наверное, в Вижи ТВ. Все. Спасибо всем, дорогие друзья. Французский дизайн это вообще красиво. Всем желаю прекрасных выходных. До встречи.